Антифабрика проходит в нашем городе уже в четвертый раз, но кажется, что со временем популярность этого рок-фестиваля только уменьшается. В нем принимают участие коллективы, отличившиеся на локальных фестах, а значит уже умеющие хорошо играть и петь. Что касается музыкального направления, то, по мнению жюри, на конкурсе не хватило именно его разнообразия. Я бы добавил больше разнообразия в стилях, на мой взгляд. Ну это, опять же, дело организаторов, они отбирают на свой вкус. Мы, например, если делаем свой фестиваль какой-то, то у нас другой подход к отбору исполнителей. Мы стараемся разнообразить. Мне кажется, так интереснее было. Музыкальный нон-стоп начался в полдень. Всего выступило более 20 коллективов. Но, несмотря на такое количество приглашенных гостей, площадка на бульваре, какой с усиленной охраной металлодетектором на входе, пустовала в течение всего дня. Антифабрика для Иванова – это праздник. Но, к сожалению, не все это знают, потому что реклама сработала довольно плохо. Но сразу скажу, это только зависит от финансирования фестиваля. Оно пока еще невелико. По сути, этот фестиваль был создан не столько для зрителей, они-то участия в голосовании не принимали, сколько для приглашенных команд и профессионального жюри, которое оценивало качество их музыки. То есть критерии единственные – это гамбургский счет, как это давно называли. Выбираем самых лучших. Вот и все. Никаких снисхождений, что у кого-то тихий микрофон или кто-то простудился. Сами рок-музыканты были вполне довольны тем, что их пригласили на антифабрику. Они считают, что выступать надо при любой аудитории и при любом ее количестве. Ведь творчество направлено на каждого отдельного человека. Ну и искусство – вещь такая, что ее нужно показывать. Оно не всегда должно быть коммерческим, он называется антифабрика. Много же коллективов играют подпольно, и люди выражают себя, показывают выражение, свое видение этого мира. Фестиваль «Антифабрика» – это проект правительства и самого губернатора. Организаторы старательно пытались убедить, что на следующий год его масштаб будет увеличен, а престижность обязательно повысится. К нам подключается Министерство культуры. Давайте похлопаем им, спасибо им большое. Они подключаются к нам. Он будет всероссийский фестиваль. То есть к нам приедут со всей России. Вот уже, как видите, Армения уже поучаствовала. Сами армяне не знают, догадались ли, что приехали к нам из России, но такая информация подействовала на них явно неоднозначно. Впечатление, отличная сцена, отличный звук, нормально все. Даже давление поднялось, из носа кровь течет. Да, все нормально. Спасибо организаторам. И Давиду, что дал платок. Неоднозначными, кстати, стали и цели проведения феста. Организаторы начали бороться не только с попсой, но еще и с традицией массового распития спиртного. Тысяча стикеров «Есть 18 подтверди» был роздано зрителям и участникам фестиваля, а также установлен контроль над пунктами продажи напитков, содержащих алкоголь. Раньше все было в одном месте, то есть, например, пиво, пожалуйста, тут купил, тут же выпил, никуда не надо было ходить, ну, не выходить из зацепления. А сейчас вот в этом плане хорошо. А музыканты, в принципе, неплохо играют, ну, как всегда, в принципе. Логично, что ограничение питья сопутствовало и ограниченности музыкальных стилей. Вообще концерт, конечно, такой относительно хороший. Все эти ваши музыкальные коллективы ивановские, где Витя Ака, там еще остальные ребята хорошие, понять не имею. Народу мало, ну, концерт не очень. В принципе, даже когда будут выступать, ну, хедлайнеры, там, Монгол Шулдан или Бергут, может быть, будет повеселее. По итогам фестиваля гран-при досталось Лежневской группе «Кузнецам». С результатами тоже многие были не согласны, но пророческие слова хедлайнера Артура Беркута все-таки сбылись. На антифабрике куют металл, ну и, как полагается, воскрешают рок-н-ролл. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.